Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Живые люди». Это программа первая в этом цикле, и она посвящена тому, как живут обычные калужане, не только жители города Калуги, но и жители Калужской области. Как живут их дети, какие у них проблемы. И эта программа вызвана к жизни прежде всего тем, что у нас в последнее время очень часто происходят какие-то события, когда органы власти и должностные лица органов власти принимают некие решения, иногда хорошие, иногда плохие, но решения, которые никоим образом не согласованы, или даже о которых не уведомлены эти самые жители города. Между тем, от таких решений зачастую зависит не только психологическое, моральное состояние людей, но иногда зависит от этого и их доходы, иногда зависит от их даже здоровье и сама жизнь. Сегодня темой нашей программы будет ситуация в сфере дополнительного образования детей. Как мы знаем, в нашем городе исторически сложилось так, что достаточно много было мест, где дети вне школы могли получить какое-то дополнительное образование, навыки, какие-то умения, которые могли бы им пригодиться в жизни, в будущем. Ну а в настоящем это занимало детей интересной и, в общем-то, развивающей деятельностью, создавало какие-то возможности и для родителей высвободить часть своего времени для того, чтобы заняться собой. Это формировало широкий слой педагогов дополнительного образования, а это рабочие места, что немаловажно. И со всех сторон вот эта сфера деятельности была в городе поставлена на достаточно высокий уровень. Сегодня у нас в гостях Валерий Николаевич Калашников. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Николаевич. Валерий Николаевич в течение длительного времени, более шести лет, являлся директором, ну, я, наверное, не совру, если скажу, самого крупного учреждения дошкольного образования. Но традиционно называлось головным учреждением дополнительного образования. Даже головного учреждения, в советское время оно называлось Дворец пионеров и школьников, а в наше время это называется Дворец творчества юных, и сейчас он переименован в областной центр дополнительного образования детей имени Юрия Алексеевича Гагарина. Ну, так длинно его никто не называет. По традиции, видимо, его даже вот... По традиции его называют Дворец пионеров или Дворец творчества юных. Дворец творчества юных. Валерий Николаевич, ну, вот первый вопрос в рамках этой темы, он касается вообще в целом спектра дополнительного образования. Как Вы полагаете, вот за последние годы дополнительное образование в городе, не обязательно только в отношении Дворца, будем называть его Дворцом пионеров, да, не обязательно только в отношении... Оно расширилось, эта сфера дополнительного образования, или она сворачивается? Ну, это любой человек, кто имеет отношение к системе дополнительного образования области, прекрасно знает, что, особенно в городе Калуге, за последние вот там лет восемь, количество учреждений дополнительного образования, в общем, сокращалось год от года. Вот на моей памяти как минимум четыре учреждения дополнительного образования, которые канули в лету. Это областная студия детских телевизионных искусств, которая располагалась на улице Поля Свободы. Это дом учителя на улице Ленина, это был такой областной центр учебной работы, учебно-воспитательной работы, как-то так он назывался, как учреждение, он тоже исчез. Это, в конце концов, вот Дворец культуры Строитель, хотя он в частной собственности находился, но это, опять-таки, было учреждение культуры, оно занималось в том числе дополнительным образованием детей. Все эти здания нынче перепрофилированы. Это вот как пример крупных учреждений, которые исчезли за последние восемь лет. Ну, насколько это, ну, скажем, насколько это отрицательное значение имеет для детей и вообще для общества? Как Вы считаете, что это означает? Во что превращается досуг детей и во что в итоге, что мы можем ожидать от этого процесса сокращения учреждений дополнительного образования детей? Вы знаете, вот мы, наверное, попозже поговорим о вышедшей в апреле, о вышедшем проекте государственной концепции в области дополнительного образования детей в Российской Федерации. И там, в преамбуле, есть очень хорошие всякие красивые слова, в том числе система дополнительного образования, которая в России существует с советских времен, названа уникальной отечественной социальной практикой. Это действительно так. Я, в общем, всеми руками голосую за такую характеристику этой сферы образования, в связи с тем, что просто у меня был опыт сравнения того, что есть у нас, с тем, что есть за рубежом. Предположим, когда я был в Соединенных Штатах Америки и меня знакомили с тем, как дети занимаются в режиме внешкольном, то это были, так сказать, очень такие слабенькие вещи. Связанные с тем, что это репетиторы какие-то конкретные, частные школы там платные и так далее. И когда мне показывали так называемое талант-шоу с детьми, которыми родители очень гордятся, там был огромный зал такой, там сидели родители, были все счастливы и довольны. Но когда я попал под эти громкие аплодисменты родителей и видел, как ребята там выступают на сцене, там были и чтения, и танцевальное искусство, и певческие всякие дела, и инструменты и так далее, то я просто был, честно говоря, в тихом шоке. Мы когда говорим о традициях... Сравнивая с тем, что есть у нас. Потом, когда мы возвращались из школы, у меня родители спросили, американцы, ну как вам, понравилось? И мне нужно было выкручиваться, сохранив комплементарную какую-то основу, потому что то, что я вижу в России, это действительно уникальная отечественная практика, которую терять нельзя. Я хочу просто зафиксировать... Если мы ее теряем, если мы ее теряем. Вот, Валерий Николаевич, на этом зафиксировать, да, хотел бы, момент. Вот можно ли говорить, многие, кстати, на этом делают акцент, можно ли говорить о том, что вот система дополнительного образования, которая является действительно одним из наших преимуществ, да, что она, собственно, и формировала вот тот высокоинтеллектуальный слой российских школьников, да, и затем уже и студентов, которые всегда, ну, как бы, выделяли нашу образовательную систему, из различных систем других стран. Вот этот дополнительный образование дает, в этот вклад свой вносит в эту, вносила, во всяком случае, в эту вклад. Виталий Алексеевич, я как-то, когда работал в системе дополнительного образования, время от времени все время задавал людям вопрос, с которыми встречался, о том, что повлияло вот на ваше определение в дальнейшем вашего жизненного пути, профессии и так далее. Вы знаете, какая штука? Я обнаруживал, моя личная статистика, что более 50% говорит о том, что их личностные какие-то качества, их вот жизненный путь, их профессиональное самоопределение сформировалось благодаря именно тому, что они занимались в той или иной структуре в дополнительном образовании, а не в школе. Школа, она все-таки направлена на то, чтобы дать детям определенный государственный стандарт, без которого человек не социализирован. А дополнительное образование, это образование направленное на личностное развитие человека. Выход за рамки стандарта. Да, на его профессиональную ориентацию, на то, чтобы он в свободном вариативном таком пространстве образовательном искал себя и находил себя. Поэтому это чрезвычайно важная система в рамках нашей всей системы образования в Российской Федерации. И об этом, кстати, напрямую говорит вот тот проект концепции развития дополнительного образования, который сейчас в апреле вышел для широкого обсуждения. Но, кстати, я так понимаю, что не только проект этот говорит, но несколько раз и президент Российской Федерации об этом же сам говорил, о важности дополнительного образования и необходимости уделения ему особого внимания в системе образования. Совершенно верно. Дело в том, что эта концепция выросла не на голом месте, она своими корнями уходит в пятую предвыборную статью Владимира Владимировича Путина, где он в том числе говорил о том, что нужно восстанавливать систему дополнительного образования, порушенную у нас в стране, и что нужно, в общем, выходить на такие показатели, что примерно 50% детей, как минимум 50% детей, заняты в государственной системе дополнительного образования, то есть бесплатной системе. Значит, и примерно 75% услуг, которые оказывают бюджетные учреждения, должны быть бесплатными. 25% могут быть платными, потому что им нужно зарабатывать деньги. Вот примерно ориентиры, которые были даны не кем-нибудь, а президентом Российской Федерации. Давайте теперь перейдем к теме нашего, самой актуальной теме сегодня, это переселение коллективов, которые почти более 70 лет, почти 80 лет работали в Дворце пионеров. И сейчас возникла идея перевести эти коллективы в другое помещение. Сейчас мы поговорим в какое, да? Вот на фоне того, о чем вы сейчас сказали, о том, что ориентировал, который выдал президент, и который сейчас содержится в проекте программы дополнительного образования. Концепция развития. Концепция развития, да? Вот насколько отвечает процесс вот сейчас переселения, может быть, это улучшение какое-то, действительно, но уделено внимание, и теперь в лучшие условия переводятся эти коллективы. Насколько вот этот процесс отражает вот эти установки и президента, и проектное положение концепции? Ну, здесь ирония судьбы у нас, что называется. Дело в том, что 24 апреля этого года в федеральной прессе вышел вот этот проект концепции развития дополнительного образования, который опирается там и на материалы Всероссийского съезда работников дополнительного образования 2013 года, и на совместную дальнейшую работу Министерства образования, Минкульта и Минспорта Российской Федерации, и на деятельность там профсоюзов образования, они тоже принимали в этом участие. 24 апреля пресса федеральная выпускает этот проект на широкое обозрение, на то, чтобы мы обсуждали и вносили там свои какие-то поправки, изменения и так далее. В том числе, кстати, в этой концепции написано, что вопрос развития дополнительного образования является не просто вопросом коллективов учреждений дополнительного образования, а что механизмом его развития должна стать широкая общественная поддержка, механизмы общественного саморегулирования, самооценки ситуации и так далее. Об этом тоже сказано в этой концепции. Парадокс заключается в том, что в этот же день, 24 апреля, заседает Совет по культуре и искусству Калужской области, общественный совет, который вот в этот же день принимает решение о том, что старейшее учреждение дополнительного образования, старейшее, в области нет более давнего учреждения, более давно основанного. Значит, это 1936 год, значит, райком ВКПБ принимает решение о том, чтобы здание Дворца Труда, тогда это был Дворец Труда, передать, значит, в пользование детям, как Дворец Пионера. Вот 78 лет существует учреждение дополнительного образования, вдруг Совет по культуре и искусству, профильный совет, который заниматься должен культурой и искусством, решает очень с легкой руки, без отфеки там обсуждений, решает, что это все должно быть оттуда, так сказать, переселено в Танильский зал. Вызывает полное недоумение. Танильский зал – это бывший дом клуба железнодорожников. Да, это бывший клуб железнодорожников, если Калужаик, если кто-то не знает из тех, кто слушает, он называется сейчас концертный зал имени Танеева. И он сейчас до последнего времени являлся подразделением колледжа музыкального колледжа. Да, Калужского областного музыкального колледжа, в котором студенты проводили свою концертную деятельность, там были учебные кабинеты, которые рассчитаны именно под музыкальную работу, потому что маленькие кабинетики, где сидит там один скрипач и один преподаватель. И там был малый зал для струнного оркестра. Вдруг профильный совет лишает, он должен развивать инфраструктуру культурную, вместо этого он лишает музыкальный областной колледж этого помещения, специально под это все приспособленного. Мало того, что он делает такую вещь, мне вот интересно, кто там в этом совете по культуре и искусству присутствовал на том заседании, кто несет с этим личную ответственность за такие легкие, такие необдуманные голосования. Ну там был же даже сюжет на Ники-ТВ, мне кажется, всех показали там, кто... Ну я не всматривался в лица, но я думаю, что эти люди должны задуматься о том, как они легко это делают. И они же решают походя судьбу старейшего учреждения дополнительного образования, предлагая выселить его в помещение, которое по площади, по квадратуре, в три раза меньше, чем то, что сейчас занимает, я буду по старинке называть, дворец творчества. ТВ занимает порядка четырех тысяч с половиной квадратных метров, а его предлагают перевести в помещение, где едва насчитывается полторы тысячи квадратных. Да, совершенно верно. Ну а может быть это связано с тем, что он недозагружен, например, что из четырех тысяч с половиной квадратных метров где-то пустует помещение, и поэтому оптимизация может быть, ну вот нет? Конечно, они недозагружены. Конечно, их нужно дозагружать. Но именно на это и должна быть направлена воля. Надо сделать так, чтобы... А почему они оказались недозагружены, кстати? Ну, вы знаете, одна из причин, почему они недозагружены, заключается в том, что за два последних года, в общем, там ничего не происходило. За два последних года, с тех пор, как я покинул это учреждение... Ну, в смысле, ничего не происходило с точки развития? С точки развития ничего не происходило, я не увидел ни одного коллектива нового, который там появился. Зато много коллективов ушло оттуда, и исчезло, и обнулено. Ну, может быть, им не нравилось в этом здании, там, может быть, плохо, или какие-то другие были. Да, были коллективы, которым не нравилось. Например, очень хорошо развивавшиеся во дворце ансамбль танца «Забава», который теперь перешел на частные рельсы, и слава богу, наверное, что перешел, потому что это их, в общем, на самом деле профиль, быть такой частной организацией, а не бюджетной, в силу специфики, определенной специфики бюджетной и образовательной деятельности. Ну, вот они ушли, потому что оказалось так, что атмосфера работы там с какого-то времени очень сильно изменилось. И поэтому, в общем, вначале не было желания уходить оттуда, но когда потом увидели, каким образом происходит управление дворцом со стороны, вот, то, значит, решили покинуть это знание. Кто еще ушел? Ушли, не ушли, а просто, так сказать, сведены на нуль, и теперь нынче не действуют разные коллективы. Например, детская видеостудия, в которую была преобразована областная школа детских телевизионных искусств, когда-то закрытая, как учреждение. Детская телестудия «Конопус» и школа журналистики, тележурналистики при ней. Исчез культурно-досуговый центр «Фантазия», который многие калужане знают. Располагался в здании Карла Маркса, дом 6, и там многие школьники, классы школьные проводили большое количество самых разных праздников. Значит, исчез клуб раннего развития ребенка «Городок», предположим. Исчезли... Ну, соответственно, и ушли и преподаватели, которые... Преподаватели, дети, опустили кабинеты. Значит, по сути дела... Ну, это по их инициативе все произошло? Или вот вследствие каких-то процессов неправильного управления, там, создания каких-то не очень комфортных условий, вот почему это произошло, почему они угасли, эти коллективы? Ну, это, наверное, нужно спрашивать все-таки больше руководства дворца, которое нынче, так сказать, работает. Ну, я боюсь, что он не ответит на это в силу просто, ну, объективных... Мое мнение, я, так сказать, со стороны наблюдал за этим процессом, заключается в том, что эти коллективы, в общем, достаточно искусственно уничтожались и разгонялись. Вот и все. Под какую-то задачу? Под задачу... Я думаю, под задачу выселения дворца в будущем. Ну, вот мы встречались с родителями, у нас сюжет есть на эту тему, и встречались с группой педагогов, которые все-таки рискнули сказать на камеру то, о чем мы с вами сейчас свободно говорим, да, их можно понять, у них это связано, собственно, с рабочим местом, если лишние слова говоришь, можно его лишиться. Вот мы разговаривали с ними, и все говорят об одном и том же, что сам по себе перевод вот этих коллективов в другое здание не является критичным, является критичным логикой этого перевода, и отсутствие информации об этом до того, как принято решение. То есть вот сейчас, насколько я понял, решение было принято без консультации с педагогическим составом, без консультации с родителями, которые вводят туда свои дети, с родительским комитетом и так далее. То есть оно было сначала принято, затем начались протесты. Вот я знаю, родители написали письма в различные инстанции, сейчас педагоги готовятся, что-то сделать подобное. Часть педагогов, конечно, те, кто реально опасается потерять коллективы свои, детей своих потерять, кто у них занимается. Вот давайте поговорим о логике процесса. Я, например, честно скажу, я человек, не близко знающий проблематику изнутри, И я, понаблюдав снаружи за вот этим совещанием 24 апреля, последующие события, я не могу понять смысла вот этого действия, вот этого шахматного перестановки фигур. У музыкального областного колледжа отобрать Таневский зал, у Дворца пионеров отобрать помещение губернаторского дома и дворянского собрания, их переселить в Таневский, училище искать какое-то другое помещение, подбирать концепцию для этого вот теперь дома бывшего дворянского губернаторского собрания. Вот в чем логика? Вы ближе к этому? В чем тут логика? Я ближе к этому только в связи с тем, что 6 лет работал во дворце, и, так сказать, в какой-то степени представляю, так сказать, потребности этого учреждения и что с ним происходило. А, так сказать, что на уме у власти, когда она вот производит вот эти все перестановки, для меня для самого загадка. Ну, предположительно, так как это видно из средств массовой информации, эти два здания предполагается включить в некий комплекс, такой красивый культурный комплекс, который будет объединять парк, эти два здания, который будет влиять на культурную туристическую привлекательность исторического центра экологии. Идея, в общем, непредосудительная, на мой взгляд, ничего плохого в этом нет. И вот самое еще хорошее в этом во всем это то, что, наконец-то, за долгие годы самые разные, так сказать, директора Дворца Творчества Юных просили деньги на то, чтобы отреставрировать эти два действительно памятника федерального значения. Деньги не выделялись. И теперь, может быть, дело дойдет до их настоящей реставрации. Все это непредосудительно. Ни реставрация, ни размещение там какого-то музейного комплекса, туристического какого-то объекта. Вопрос только возникает в том, что очень большие площади, они сейчас, в принципе, понятно, под что заняты. Они уже давно спрофилированы под определенные виды деятельности детей. И как вот эти огромные площади сейчас будут заселяться музеями, я не представляю, какое количество музеев должно быть для того, чтобы там заселить все эти кабинеты. Насколько я понимаю, если по Желтому дому, мы об этом уже говорили, уже принято решение, что там будет филиал художественного музея областного, то по Дворцу или по Дому губернского собрания пока решение не принято. Это пока речь идет о концепции, да? Об обсуждении концепции этого здания. Вопрос возникает тогда такой. Если концепция еще не утверждена, она еще ищется, зачем уже предпринимаются действия по выселению оттуда коллектива? Это не ко мне вопрос, наверное. Я тоже считаю это абсурдом. Концепция использования бывшего здания губернского дворянского собрания еще не разработана, а учреждение уже выселяется в Танеевский зал. Более того, насколько я знаю, уже третий этаж занимает некий оркестр, который планируется в будущем, чтобы это будет какой-то глобальный симфонический, красивый. Замечательная вещь. Но при этом два хореографических коллектива переводятся на первый этаж, как мне рассказывали о педагоге дополнительного образования, которое там работает. Их поселяют в один танцевальный зал с третьим хореографическим коллективом, и когда спрашивают, а как физически это возможно, то им отвечают, а вот как хотите, так и возможно. Договариваться. Да, договариваться невозможно. Это просто абсурдное решение, которое будет, я не знаю, к чему оно может произойти. В чьих это интересах? Мне вот что здесь очень важным кажется, мне кажется, вот этот момент, а как мы здесь можем поселиться, а как хотите, это уже такая ласточка по поводу того, как это будет происходить с Танеевским залом. Вот точно так же будет происходить. А как это мы здесь разместимся, а как хотите. Вот так и будет происходить. Так вот мы не договорили о чем-то. Чьих это интересах? Ну то есть я понимаю, есть министр образования Аникеев, есть министр культуры Типаков. Это люди, у которых есть достаточно большая сфера ответственности. Это целый огромный в одного образовательный блок учреждений, у другого блок культуры. И вот это дополнение образования, как бы как пятое колесо, оно где-то там болтается, не в самых важных. Я не могу понять, неужели это в их головах родилась вот эта мысль по изменению функционала этого здания? Вопрос не ко мне, я думаю. То есть надо им задавать вопрос? Я думаю, что этот вопрос нужно задавать им, да. Вот о чем мы не договорили, о том, что, значит, да, действительно, пожалуйста, замечательная вещь там создать какой-то комплекс. Только единственное, хотелось бы услышать, из чего этот комплекс будет состоять. Потому что пока это просто... То есть до того, как выселять, до того, как принимать решение, хотелось бы обсудить это. Да, пока это фраза, за которой я ничего не слышу. Но дальше второй вопрос, и очень важный. Можно ли это делать за счет уничтожения, фактически, по сути дела, уничтожения старейшего учреждения дополнительного образования? Ну, нам с вами скажут, никто его не уничтожает. Уже мы это слышали. Мы разговаривали с исполняющим обязанности директора, с Сорокиной. Она нам сказала, что никто не уничтожает. Есть попытка, во-первых, найти решение в существующей ситуации, во-вторых, планируется в будущем все-таки какое-то новое здание под это дело. То есть, утверждать, что уничтожается, вроде бы, как говорят нам. Это вроде бы как не объективно, но не соответствует действительности. Или вы по-другому? Если речь идет о строительстве нового здания для дворца, то это очень хорошо. Кстати, в 2007 году речь об этом шла. Тогда мне показывали, я помню, в этом году показывали, даже такие иногда появлялись строчки в бюджете Калужской области о разработке проектно-сметной документации для строительства такого здания. Но потом эти деньги как-то были перепрофилированы, уходили на какие-то другие расходы. До строительства нового здания не дошло. Если мы возвращаемся к этой идее, замечательно, вот я за такой вариант развития событий, как гражданин Калуи. Действительно, если будет новое здание дворца творчества юных, которое будет специально приспособлено подведение дополнительной образовательной деятельности с детьми, это будет очень хороший ход. Но это первый шаг. А вот уже следующий, второй шаг, это выселение дворца из существующего нынче здания. А пока это видится таким образом. Если коллектив просто физически не вмещается в определенное здание, то это означает лишь одно – распыление этого коллектива. Реальное распыление этого коллектива… Сегодня прозвучала такая мысль. Она имеет более широкое значение, чем сам факт выселения. Вот у нас сходные процессы происходят и в малом бизнесе. У нас без предоставления других мест выселяет белорусский рынок, решает мест палаточников, которые стояли… Некоторые стоят по 10, 15, некоторые по 20 лет на своих местах стояли палатки. И точно так же, не предоставляя места, потом начинается буза, потом все спохватываются и начинают искать что-то и как-то, но уже половина людей либо потеряли свои доходы, либо вообще уехали из Калужской области, закрыли свои предприятия и так далее. Это же самое происходит и в целом в ряде других сегментов нашей жизни. И вот было высказано такое предположение, что идет… Я пока не готов к нему не присоединиться, не оппонировать ему, но оно было высказано. Что вы по этому поводу скажете? Что, по сути, идет уничтожение той калуги, которая была долгое время… В ней сохранились некие традиции, некие сообщества культурные, бизнес-сообщества, различные… И вот сейчас идет непонятно, кто стоит во главе этого процесса, но идет разрушение этого… Вот архитектура современная, которую высотки ставят в городе, в центре города пытаются ставить какие-то гиперсовременные высотные здания, разрушая сложившиеся… И вот какой сегмент не возьми, это происходит. Тут была такая высказана мысль, что кто-то, не знаю кто, поставил себе целью уничтожить старую калугу, ну то есть старую во всех отношениях, отношения с традицией, архитектуры, сообществ и так далее. Как вы считаете, насколько это верно предположению? Я думаю, что о персоналиях здесь говорить бессмысленно. Я думаю, что это вообще в целом такое безразличие к определенным областям нашей жизни, которые есть у действующей власти. Вот в данном случае, если говорить о вопросе дополнительного образования, есть такое поверхностное, очень такое пренебрежительное и безразличное отношение вообще вот к тому, что называется детская внешкольная жизнь, детское внешкольное творчество и так далее. Вот это настроение, оно существует там в разных чиновниках. Оно становится таким каким-то незаметным трендом, скажем там, нашей жизни. И оно ведет к тому, что сейчас происходит. И безразличие в том числе калужан может быть в какой-то степени к тому, что это происходит. Ну я понял, что родители далеко не безразличны. Детей, которые реально занимаются в кружках, в секциях, в студиях и так далее, далеко не безразличны. Мало того, они, ну вот у нас в сюжете это видно, они, эти родители, очень серьезно обеспокоены ситуацией. И в отношении своих детей, многие из них, кстати, из родителей, отзанимались во дворце пьянина в свое время и считают его своим родным домом. Поэтому их беспокойство достаточно серьезное. И я понимаю, что другие люди не знают просто о том, что происходит. Те, кто... Ну вот что с этой точки зрения можно сделать, кроме того, что мы покажем нашу передачу? Какие могут быть способы привлечь внимание общества к этой проблеме? Ну вот если брать наш конкретный вопрос, то я думаю, что нужно прежде всего просто вот как-то людям, которые сейчас будут принимать окончательное решение, вглядеться в эту ситуацию. Не потому, что там вот репортер 40 или еще там кто-то выступает по этому поводу, а просто вот по-человечески, спокойно посмотреть на этот вопрос. Как можно взять и вот таким легким волюнтаристским решением выселить учреждение с 4,5 тысяч квадратных метров на 1,5 тысяч квадратных метров? Это нереально. А какой-то губернатор в курсе вот этого процесса, который происходит? Все-таки министры это его непосредственные подчиненные. А вы задайте этот вопрос, наверное, Анатолию Дмитриевичу все-таки. То есть вы нас все-таки толкаете на прямой контакт с губернатором? Да. Совет по культуре и искусству – это совет при губернаторе Калужской области. Ну что же, вот уважаемые зрители, уважаемые калужане, разговор наш на этом, конечно же, не окончен. И вот Валерий Николаевич предложил нам пообщаться с целым рядом должностных лиц, начиная от исполняющего обязанности директора Дворца детского творчества и заканчивая губернатором Калужского области Анатолием Леонидовичем Артамоновым. Мы постараемся вот эти рекомендации его выполнить и обращаемся со своей стороны к этим людям, пойти навстречу нашей программе и выбрать время для того, чтобы дать комментарии по ситуации. Потому что вы же должны понимать, уважаемые начальники и большие, и маленькие, что если вы откажетесь давать эти комментарии гражданскому средству массовой информации, эти комментарии будут давать другие люди, и они могут быть совсем нелицеприятными с точки зрения персоналей. Поэтому, видимо, надо все-таки прислушаться к мнению специалистов, Валерий Николаевич является в этом деле экспертом. И мы предлагаем всем упомянутым в нашем сегодняшнем разговоре чиновникам встретиться с нами. Мы готовы прийти с камерой в любой из кабинетов, любого уровня, любого этажа и получить комментарии по ситуации, и конкретно по Дворцу творчества юных, и вообще по системе дополнительного образования в нашем городе и в нашей области. В любое удобное для этих руководителей, этих чиновников время. На этом мы программу нашу сегодня заканчиваем. Спасибо, Валерий Николаевич, за то, что вы нашли время поучаствовать в ней. Надеемся, что мы продолжим этот разговор после того, как мы пообщаемся с руководством различных министерств, ведомств и даже областным руководством. Смотрите нас, мы будем держать вас в курсе происходящего. Всего доброго, до свидания, спасибо. Продолжение следует...